Балкарский государственный университет Уже более 40 лет решает вопросы, связанные с обучением детей диаспоры. И делает это достаточно успешно. Я могу сказать, что более тысячи специалистов, подготовленных университетом, уже работают в этих ближневосточных странах. В основном это, безусловно, и Ордания, и Сирия. И в последние пять лет значительный поток обучающихся из Турции. Я говорю только о представителях диаспоры. И практически все они обучались за счёт российского государства. Я здесь пользуюсь случаем, хочу поблагодарить государство наше за то, что все эти годы была поддержка. Не просто поддержка, а решались практически все проблемы, связанные с организацией обучения детей из диаспоры. Студентов из Сирии на сегодня более 250. Если говорить о программах обмена, о программах по сохранению культуры, конечно же, прежде всего языка, то эти программы у нас реализуются тоже давно, не один год, не 10 лет. В частности, у нас есть специальная кафедра, даже я неправильно сказал, кафедры, которые занимаются этими проблемами. И каждый молодой человек или девушка, которая приезжает сюда получать образование, имеет возможность изучать родные языки. Я во множественном числе сказал родные языки, потому что под черкесами в основном понимают всех выходцев из Северного Кавказа. У нас в Краснодарском крае, я представляю АДГХС, причерноморских адыгов и шапсугов, работает краевая целевая программа более 10 лет гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур в Краснодарском крае. В рамках этой программы удалось сделать очень многое, особенно в части укрепления материально-технической базы учреждений образования и культуры. Все клубные учреждения в 12 аулах буквально восстановлены в очень хорошем виде. И этнографические коллективы, художественные коллективы получили очень существенную поддержку. У нас есть великолепные коллективы, которые на достаточно высоком уровне могут представлять нашу этнокультуру. А сейчас в связи с проведением очень интересных мероприятий международных соревнований, мероприятий в городе Сочи, вот эти коллективы очень востребованы. Нашему музею через два года исполнится 90 лет. И он является одним из крупнейших музеев. Фонд составляет около 300 тысяч экспонатов. И изначально он был создан для того, чтобы, естественно, собирать, изучать, хранить и демонстрировать людям наследие адыгов. Около 20 лет назад в нашем музее, в Национальном музее Республики Адыге, был создан сектор диаспоры. Насколько я знаю, ни в одном музее, не только Северного Кавказа, но вообще в России, ни один музей свою диаспору, так сказать, в таком аспекте, именно непосредственном и как необходимость, наверное, музейная, не ведется. Возглавляет его наша соотечественница, которая приехала из Турции, уже 20 лет проживает она у нас. Мы стараемся изучить все аспекты, в частности, конечно, экономику, как люди, каким образом они строят свою жизнь вообще в местах компактного расселения. Мы активно взаимодействуем с черкесскими диаспорами в таких странах, как Сирия, Иордания, Турция, Германия, Соединенные Штаты Америки, где также немало проживают черкесов. И эта работа связана с основными темами поддержания этнокультурной идентичности черкесов, несмотря на то, что они сейчас живут вдали от Родины. Но именно в этом мы активно работаем с нашими представленными здесь коллегами и в системе образования, и в системе культуры, в системе средств массовой информации. В частности, Россотрудничество регулярно уже и в прошлом году, и в этом году принимает группы молодых лидеров общественных организаций черкесов, которые проживают за рубежом у нас в стране, с тем, чтобы поддерживать эту живую связь и обеспечивать ее будущее. У России есть большая, хорошая экономическая перспектива совместного развития народов, и как цивилизационного центра действительно это основывается на богатых природных ресурсах, на экономических возможностях развития страны. Ведь не случайно многие экономические группировки западные переживают кризисы, они лишены ресурсов, возникают проблемы из-за этого. У России такой проблемы нет. Вот облик современной России, в который органично вписан компонент черкесских, абхазских народов и ее составляющих. Наше черкесское общество, оно выполняет большую роль в плане сохранения языка и общества. Конечно, это не в отдаленности от помощи, от именно главного вуза, с которым мы имели отношение, которым сегодня представляет его на этом круглом столе наш профессор Борис Бисулайманович Карамурзов. В каком плане это можно как-то выразить? Университет очень много представил возможностей, я имею в виду для обучения наших диаспор из Иордании. На сегодняшний день у нас свыше 300 специалистов по различным профилям. Черкесское благотворительное общество сделало вот 5 лет тому назад первый международный съезд по сохранению культуры и языка под патронажем нашего принца Али, этого брата нищего короля Абдулла II. Это говорит о очень большом внимании, которое нам уделяет наше государство, Иорданское, в главе с нашего короля. Я родилась в Сирии, там выросла, училась на экономическом факультете, но там до войны, как вы знаете, было все мирно, спокойно. Потом тоже начались такие проблемы, уже была невозможность выходить из дома, на улицы, невозможность была выходить даже на университет. Университет. В такие трудные времена только Россия нам помогла. Они нам дали такой шанс, вывозили нас оттуда. Например, в университет можно было... Каждому студенту он может учить кабардинский язык или родной язык, свой родной язык на первом курсе, если он захочет. И даже в школах можно учить этого. Я заметила, что вначале даже газеты на кабардинском языке есть, театр кабардинский есть. Там все прям интересно. Хочется и интересно это все узнать. Например, мне очень хочется научить этот язык. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!